друзья всем привет с вами юджин из график корр и сегодня я научу вас создавать такой голографический эффект интерфейса если впервые у меня в гостях то обязательно подпишись поехали все материалы к данному уроку находятся по ссылке в описании первым делом нужно затемнить исходную фотографию создаем корректирующий слой яркость контрастность и выводим ползунки яркости и контраста в крайнее левое положение из данного слоя сделаем обтравочную маску добавим корректирующий слой уровне средний ползунок сдвигаем правее из данного слоя сделаем обтравочную маску этого затемнения будет мало поэтому создаем новый слой и заливаем его черным цветом нажмите d на клавиатуре чтобы сбросить палитру а затем сочетанием клавиш alt плюс backspace заливаем слой черным цветом добавьте маску этому слою и большой черной мягкой кистью с непрозрачностью примерно 50 процентов проявляем фон по маске этого слоя снижаем непрозрачность текущего слоя на глаз у меня 71 процент инструментом быстрое выделение выделяем экран самом верху создаем новый слой клавишей d сбросим палитру и сочетанием клавиш control backspace зальем выделение белым цветом control d сбросим выделение двойным кликом по слою с белым экраном или правой кнопкой мыши по этому слою заходим параметры наложения ставим галочку внутреннее свечение и вводим следующие параметры режим наложения нормальный непрозрачность 45 процентов шум 0 процентов цвет вы видите на экране метод мягкий источник на краях стягивание 0 процентов размер 250 пикселей контур по гауссу диапазон 51 процент колебания 0 процентов ставим галочку внешнее свечение и вводим следующие параметры режим наложения экран непрозрачность 51 процент шум 0 процентов цвет видите на экране метод мягкий размах 0 процентов размер 250 пикселей контур линейный диапазон 63 процента колебания 0 процентов для того чтобы сгладить неровные края применим размытия по гауссу фильтр размытия размытия по гауссу примерно 9 пикселей переносим подготовленный дисплей в формате png в нашу композицию нажимаем control t и кликаем правой кнопкой мыши в середине перенесенного изображения и выбираем искажение и подгоняем под экран выбираем инструмент перемещения и с зажатой клавишей shift сместим изображение используя клавиши со стрелочками режим наложения поменяем на экран друзья в режиме наложения экран сто процент на черный цвет превращается прозрачный а если цвет не сто процент на черные то он будет той или иной степени проявлен если взять образец света с проявленной области и зайти в палитру то вы увидите что черный смещен слегка вверх именно на 4 процента в яркости поэтому фон дисплея слегка проявлен исправим это добавим корректирующий слой уровне из данного слоя сделаем обтравочную маску и черный левый ползунок сместим на 10 пунктов вправо теперь мы столкнулись с такой проблемой что верхний дисплей плохо читается из-за света нижнего затем ним слегка нижний зажатой клавишей control кликаем по миниатюре слоя с белым дисплеем чтобы сделать выделение создаем новый слой над слоем 2 клавишей dis бросим палитру на стандартную сочетанием клавиш alt backspace зальем выделение черным цветом и зажатой клавишей alt добавим уже инвертированную маску этому слою белой мягкой кистью с непрозрачностью 20 процентов прорисуем ту часть где нужно затемнение дублируем слой с белым дисплеем и переносим его выше черного дисплея слой 4 удаляем эффекты переносим сетку на нашу композицию повернем ее так чтобы линии сетки шли примерно параллельно верхней грани дисплея и увеличим зажатой клавишей control кликаем по миниатюре слоя сетка отключаем видимость этого слоя и выделяем слой 2 копия добавляем маску этому слою и слой сместим в сторону верхнего дисплея режим наложения поменяем на перекрытие непрозрачность снизим до 70 процентов перенесем лучи в нашу композицию поменяем режим наложения на экран и повторим фокус затемнением черного фона чтобы он исчез добавим корректирующий слой уровне сделаем его от травочной маской и черный левый ползунок сместим вправо а средний влево чтобы проявить лучи добавим корректирующий слой цветовой тон насыщенность и сделаем его от травочной маской к слою с лучами свойствах ставим галочку тонирование и ползунком цветовой тон подбираем цвет под нашу композицию выделяем слой с лучами нажимаем сочетание клавиш control t внутри области с изображением лучей правой кнопкой мыши выбираем искажение и подстраиваем лучи по широкой стороне дисплея повторим процедуру с каждой стороны дисплея для этого слой с лучами и его коррекциями выделяем и помещаем группу а группу потом копируем добавим маски этим группам и черной кистью скроем ненужные части изображения Уменьшим непрозрачность Последним этапом добавим свечение, создаем новый слой выше слоев с лучами, переводим его в режим наложения перекрытия и большой мягкой кистью с цветом, который вы видите на экране, кликаем несколько раз в центре дисплея. Данный слой можно дублировать и добавить ему сетчатую маску по аналогии как мы делали со слоем 2 копия. Если добавить слою 3 корректирующий слой цветовой тон насыщенность и подвигать ползунок цветовой тон, то мы можем поменять цвет элементов интерфейса. Друзья, если вам понравился урок, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Поделитесь этим видео в своих соц сетях. Также вы можете поддержать канал донатом или подпиской раннего доступа на бусти. При этом ваше имя появится в начале следующего ролика и в титрах последующих. Все ссылки в комментариях. Увидимся!